Добрый день! Сток Целунда Сиэн Дэй без этикеток. Вот здесь, я не знаю, приятный это сюрприз, а может быть и для кого-то неприятно, но здесь есть H&M одна вещь. Причем это хороший размер, мужская, XL, такая, знаете, футболка с длинным рукавом, танковка. Вот H&M. А так, в целом, это Целунда. Здесь замок, замок в рабочем состоянии, болт, вот такие вот этикетки. Вот этикеток нет на самом деле. По размеру тоже, сейчас скажу вам, это сороковой размер, европейский, хорошо тянутся, леггинсы. Здесь вот есть дефект, потому что это сток с дефектом по шву. Маленькое-маленькое расхождение шва, но оно настолько незначительное, что прямо вот та М-ка. Основной дефект этого микса, это отсутствие этикеток. Подростковая юбка, 164, хлопок. Здесь элька, домашняя такая, можно сказать ночная, может кто-то в топ. Леггинсы, 2XL. Тоже дефектов нет. Вот я говорю, что основной дефект, это отсутствие этикеток. Собственно говоря, я вот вижу, что вещи новые. Сороковой размер, Клокхаус. Замок, замок в рабочем состоянии. Волт, все в порядке, скинем. Высокая талия. Милейший комбинезон 164-152 из плотного трикотажа. Дефектов тоже я не вижу для детей. 42 леггинсы, они без замка. Джинсовые леггинсы из облегченной джинсы на лето. 2XL, домашние брюки. Ой. Тонкий трикотаж. Подробности об этом лоте вы сможете узнать, нажав на название. Ссылки под описанием. Джессика, большой размер, 2XL. Здесь блесками вышито фламинго или я не знаю, что это за птица. Леггинсы на высокой талии размер S, хлопок. Модные брючки на высокой талии бананы. Вот видите, то есть у них. Есть дефект, у них собачка выпала. То есть собачку можно сделать или не... Ну как бы этот, вернее, собачку можно поправить или лучше замок другой сделать. Я не знаю, но то, что брюки классные, модные, это 100%. Футболка. Ну, я бы сказала, что, наверное, это блузка больше, чем футболка. Непонятно по размеру, что оверсайз. Здесь замок в рабочем состоянии, пуговица в рабочем состоянии. Так, по размеру 42. 42, это тоже стрейч, скини, футболка М, хлопок, штаны М, хлопок, кардиган, шестерка по размеру, такая букле, буклированная ткань. 44 размер, такие же леггинсы, как были, только на размер побольше. Хлопковая блуза, я думаю, что это LXL. Шикарный гольф. По размеру это L, базовая модель. Здесь вот просто вот нитку под стричь вылезла. А так я дефектов больше не увидела. Замок в рабочем состоянии, размер 40, есть ремешок, джинсы. Шорты на высокой талии, тонкий хлопок, размер XS. Рубашка оверсайз. Не знаю тоже, какая по размеру хлопок. Футболка L, такая уже была, только М. Здесь джинсы. Замок в рабочем состоянии, размер 33, рост 32. Стретчи, экстра комфорт, женские, а может и мужские, кстати. Они еще и с лампасами. Толстовка. Есть небольшой начес. Размер оверсайз, вернее размер S, стиль такой оверсайз. XL. Хлопок, тонкий. Не, хорошие, хорошие, вот прям хорошие. Качество хорошее. 34 размер, куртка, джинса, футболка L, джемпер S. Вот смотрите, у этого джемпера, у него вот петля съехала. Вот ее подтянуть, очумелые ручки, и нормально. Но у нее здесь такое место, что, собственно говоря, я не знаю там, ну много сейчас, если зайти в магазин тканей, там прямо глаза разбегаются, сколько там хендмейда, хендмейка, вернее, для доработок всевозможных. Размер L, мужская. Замок в рабочем состоянии, 32 размер, 30 рост, это мужские джинсы. На них есть пятна какие-то, знаете, мне кажется, что это вот, вот просто их по столу прокатили где-то, на котором что-то лежало. А так вот они хорошие, облегченные. Пальто буклированное, 146, то есть оно на девочку, на подростка, написано «Герлфуру». Замок, давайте посмотрим, замок в рабочем состоянии. Есть маленький слой синтепона, ткань букле, так, кнопки все присутствуют. Давайте посмотрим. Кнопки работают, какой же у него дефект. Замок работает, капюшон не отстегивается. Ну да, получается отсутствие этикетки, единственный дефект этого пальто. И куртка, хлопковая куртка, флисовый подклад внутри, размер «М», присутствует этикетка. Так, капюшон не отстегивается, кроме отсутствия, а тут даже, собственно говоря, и этикетка-то присутствует только с внутренней стороны. Все получается. Давайте, замок же я только что расстегнула. Да, то есть замок в рабочем состоянии. Все прекрасно. Ага, нашла. Смотрите, отсутствие кнопки одной с внутренней, она запала, запала сюда. Вот, а в остальном все хорошо. Подробности об этом лоте под описанием. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...